Друзья, вы когда-нибудь хотели создать собственную страну? Обеспечить своих жителей всем? Изысканной едой, предметами невиданной роскоши, надежной армии или создать тоталитарное государство, построив культ личности и поработив все, что движется? Тогда я приглашаю вас в военно-политическую игру «Регион». Это чат-игра ВКонтакте, где вы можете привести свой народ к победе, объединившись с другими игроками, или творить историю, взяв свою страну в железный кулак. Ссылку на эту игру я оставляю в описании под видео. Она скоро начнется, так что успейте зарегистрироваться. Друзья, всем большой привет, с вами Артур. Сегодня мы возвращаемся в редактор игры в Тулу Врага 2 Штурм. У нас новая зарисовочка, которая... Вообще у меня подобного не было, потому что... Ну, вы сами все увидите и наверняка все поняли по названию. В общем, у нас сегодня Штурм Кёнигсберга. По сути, советам осталось взять только привокзальную площадь, и можно сказать, что город окончательно был захвачен, если бы не одно «но». Что это за «но»? Я думаю, вы их в скором времени увидите. Итак, естественно, перед тем, как штурмовать финальный оплот немецкого милитаризма, это, конечно же, Кёнигсберг, необходимо провести артиллерийский обстрел. Немцам сейчас в окопах будет, ну прям, ребята, очень хреново, потому что это модификация робс-реализм, и здесь можно сделать вот такие потрясающие мега-выстрелы, то есть когда ты спавнишь их, здесь даже земля прям разрывается от того количества снарядов, которые сюда прилетают. И после того, как закончится арт-обстрел, большое количество советских солдат на ИСУшках, на Т-34-ках прям ползут и идут вперед. Немцы оказались реально в плачевном состоянии, у них, по сути, здесь не осталось ничего, только окопы, несколько солдат, большинство из которых оказались убиты в результате арт-обстрела. Но, правда, к ним должны сейчас прибыть подкрепления, в частности, танк, тигр, ветеран, уже здесь молодые люди, вот эти потрясающие бойцы здесь оказываются, но другой танк, тигр, ветеран, попал в небольшую передрягу, я вам могу сказать, и оказался моментально уничтожен. Вся надежда на этого тигра и на старушку-пантеры, которая должна тоже помочь, подстраховать и сделать все по красоте. Ну что, посмотрим, потому что сейчас силы здесь абсолютно неравны, как вы можете заметить, у советов тотальные преимущества, но, в принципе, и по истории, если кто не знал, Кюнигсбергская операция была одной из самых грамотных, тщательно спланированных, в результате чего советы не понесли такие уж прям большие потери. Ну что, тигр, ветеран, потерял гуслю, но продолжает вести огонь, уже один танк он забрал, пантеры выезжают вперед, меняют себе боеприпасы, и сейчас будет щелкать советские танки, как орешки, а может быть и наоборот, потому что она столкнется с исушками, а это мощные штучки. Так, делается выстрел. Блин, господи, какие-то лаги у нас тут, ребята, непонятные сейчас происходят. Давайте-ка посмотрим, какая, почему у нас вообще такая фигня. Надо, суть по всему, погоду поменять. Уж лаги вообще какие-то невероятные и непонятные, а чего у нас такой пролаг идет. Сейчас, ребята, тоже посмотрю, но вроде все у нас немножко образумилось. Итак, сбили гуслю, пантери на данный момент. Конечно же, сейчас лобовая броня будет испечрена попаданиями. Абсолютно каждый советский танк будет сейчас пытаться ее выстрелить. Обычно немецкий тигр выезжает чутка вперед, прикрывает тем самым пантеру, но сейчас ситуация стала абсолютно противоположной. И да, ИСушка оказалась уничтоженной. Т-34, от нее только, ребята, башни осталось. А стов даже непонятно, где сейчас находится. Далее. Советам будет очень тяжело сейчас преодолеть данный ров. Плюс часть техники у нас спрятаны здесь. Кто-то вообще покидает танк. Судя по всему, ИСушку-122 здесь уничтожили. И да, проблемы, потому что пантера оказалась не такой простой. Притом, посмотрите, как метко работают советские танкисты. Попадают абсолютно в башню. Точно. Пытаются вывести ее из строя, но все равно немецкая броня пока что держит эти попадания. И битва у нас продолжается. Да, позади находятся еще ИСушки, но они потихонечку подтягиваются уже на передовую. И сейчас вот это ИСу-122 может рассказать пантере, как надо правильно воевать. Тем временем, Тигр позади, кстати, тоже 4 танка умудрился настрелять. И, казалось бы, проигрышные ситуации для немцев абсолютно заканчиваются довольно неплохо. Оно в итоге все-таки пробивает пантеру. Но, ребята, мы сейчас с вами обратимся на другой фланг, посмотрим, что за жесть там выезжает. Это немецкий танк. Это даже не танк. Это я не знаю что. Один его выстрел повергает в ужас. Посмотрите, там просто происходит разрыв. И ее, знаете, как вот сжало и разорвало. Просто невероятная мощь. Стальная махина. Тысячетонный, тысячетонный гигант. Но если он сейчас подставит свой борт, то это путешествие для него закончится. Поэтому задача, конечно же, немцев каким-нибудь невероятным способом прикрыть этого стального гиганта и дать ему сделать свои смертоносные выстрелы. Да, есть попадания. И там, ну, посмотри. О-о-о-о. Там такие разрывы. Это как будто Собянин создал этот танк для реализации программы реновации. И для сноса ветхого жилья идеально просто подходит. Да, продолжается у нас перестрелка. И танк до сих пор жив. Лобовая броня принимает удары. Сейчас будет еще один выстрел. И все, это будет минус. Это, ребятки, отлетят 100%. Потому что две пушки. Одна промахнется, вторая точно попадет. Ну что, ждем мы с вами выстрела. Почему-то он замолчал. Неужели уничтожили? Нет, жив. Ну, когда же у нас произойдет выстрел? Один парень всего-навсего остался. Но, слушайте, советы. Охренеть, там башня улетела. Советы умудрились выжить. Ох, пацаны. Вы, конечно же, просто каким-то чудом остались живых, я вам могу сказать. И победа в первом раунде мы с вами присуждаем, конечно же, Советскому Союзу. Ну, буквально, ребятки, на соплях это было сделано, потому что слишком долго пантера работала с этим тигром. То есть, вы понимаете, пантеры с тигром, они как бы готовят почву. По сути, их задача это зачистить свой фланг для того, чтобы потом крысе никто в Бартецкий не мог отстреляться. Но немцы не доработали. То есть, советы затупили, немцы не доработали, кто-то там остался. И только под конец сушки самая мощь начала выезжать. Посмотрим, что будет у нас с вами во втором раунде. Как сыграют ребята наши. Отправляемся вперед. Итак, стартуем. Снова начинается артобстрел. Ну, я за что полюбил эту модификацию. Так это за вот эти мегавзрывы очень эпичные. Притом, разрывает вообще все. Отличная разрушаемость, конечно же. И немецкие солдаты, которые сейчас спрятаны в окопах. Ребятки, я бы на вашем месте как-то, ну, попробовал рассредоточиться. И да, только один парень такой стоит, как ни в чем не бывало. А, что, кто-то умер. Да, нет, вроде все нормально. И теперь его задача встретить за этой переправой, за этим бродом советских солдат. Давайте вообще посмотрим, сколько этот парень бравый до смерти умудрится настрелять. Прямо работает, четко стреляет, но чего-то попадания не вижу. И что-то у нас от дерева не погиб. И снова полетели в его сторону снаряды. Советы выползают. Попали по нему немножечко, цепанули. Но сейчас его просто, да, танки, я думаю, уничтожат без проблем. Да, парень оказывается убитым. Но самое интересное для нас, конечно же, сейчас это посмотреть на танк Тигр, который как раз выезжает. Но по нему прям сразу начинают работать с нескольких сторон. И по броне, конечно, он проигрывает. Сейчас, как бы, странно не звучало, пантерия. Парень, скорее всего, будет просто разорван в клочья. Да, при том, по нему даже можно работать осколочно-фугасными, для того, чтобы контузить немножечко экипаж. Рвется вперед наш Тигр-ветеран. Конечно, впереди ничего не видно, но вот у нас там с вами находится ИСушка. Но один танк он, по крайней мере, уже успел забрать. Полезную работу выполнил и спасает его этот атакоп от попадания и от жуткой смерти. Хорошо. Дальше поворачивает он свою башню. Опять у нас есть попадание здесь. Дает выстрел. Минус танк. Четко. Здесь Т-34-85 вылетел такой вперед. Чувак там с ПТРД. Какого-то хрена забыл внутри. Непонятно. И у Советов сейчас реально неприятности, потому что пересечь этот брод им будет очень-очень-очень тяжело. Здесь ИСушка. Горит БК. Т-34-85 выходит вперед прямиком на Тигр. Пытаются его пробить и контузит экипаж. И прям не остановить этого парня. И промахивается Тигр. Видать, запаниковал от того, что на него такая махина сейчас несется. Пантера выезжает. Если сейчас ее в борт прошьет, то будет вообще супер. Пантера. Два их забрала. Тигр. Пока что никого. Но нет. Все-таки есть. Первый фраг Т-34 слишком долго стоял на одном месте и поплатился за это. Пантера выезжает вперед и ее уже не остановить. Хватит стоять на месте. Хватит. Рвется вперед. Сейчас, если она еще заедет в тыл советским танкистам, то все будет для Советов очень-очень плохо. А у СССР? Нет. У нее, конечно же, техники есть. Техника еще в наличии. Танки тоже. Пантера. Три танка забрала. 19 бойцов у нас стреляло. И просто сейчас играет в некое подобие тира. А что Советы сейчас у нас с вами? Что у нас тут происходит? И Сушка стоит. Да ооо. Да тут у нас, ребята, опять самая настоящая пробка. Парень так вообще умудрился каким-то боком чуть ли не свалиться. Давайте мы с вами ему немножечко поможем. А то совсем печальный парень у нас тут с вами получается. И Пантера принимает решение ехать прямиком вброд. Ох, Т-34-85 метнул свою башню. Красиво. Красота. И Пантера у нас тут тоже немножечко... Немножко она у нас застревает почему-то. В окопах давайте... Ммм, да. Я ее прямиком подставил. Слушайте, есть пробитие, но в любом случае тут примерно такой же исход бы у нас и был. Как же неудачно она встала бортом. Сейчас еще один выстрел и скорее всего она будет уничтожена. Да, так и есть. Пантера оказалась убита, но Тигр продолжает свое движение. 22 он настрелял. И что за хрень сра... Что с крысой произошло? Молодые люди. Я... Я думал, что этот танк сейчас просто возьмет и покажет всем куськину мать. И, ребята, это действительно так. Я вам честно скажу. Эта зарисовка перезаписывается, потому что в прошлом, к сожалению, со звуком были проблемы, но там крыса такую дичь творила. Просто тут пацаны разлетались. Ну давайте попробуем еще один раз мы с вами на это добро глянуть. Потому что я хочу, чисто вам скажу, когда ты видишь такую махину размером, мать ее, с вокзал, тебе хочется, чтобы она стреляла, чтобы она всех разрывала, чтобы... чтобы прям вообще было все очень красиво. А то я уже вижу, как некоторые из вас так потянусь к клавиатуре, писать слово ватник-деодат. Ну, нет, ребята, нет, погодите. Мы дадим еще один шанс немцам. Мы не будем считать, ну, потому что это очень странно. Кто там мог пробить эту крысу в лобовую броню с такого расстояния? Как это вообще получилось? Мне кажется, немцы просто набухались там и вместо снаряда засунули бутылку шнапса и все. И получили квантовую рассинхронизацию. Давайте, ребята, третий раунд. Снова у нас сейчас с вами будет жуткий обстрел. Мы с вами, наверное, попробуем немножко пролистать. Ох! Крутота! Крутотенечка! Обожаете! Взрывы, конечно же. Ну что, а как там, кстати, наш Ханавак? Он что-нибудь сейчас способен сделать? Он, по-моему, просто выезжает, чтобы умереть. О, да! Нет, все-таки попадает он тут под обстрел и взрывной волной оказывается уничтожает. То есть, из ушки даже не надо было делать выстрелы. Ну, разрушаемость, ребята, в тылу врага потрясающе, что уж тут еще можно сказать. И советы отправляются вперед. Вы, слушайте, знаете, такой мудрый парень там сидит, не торопится, но все-таки решил отправиться вперед. Ну, давайте, хлопчики, покажите, как надо воевать. Немцы, выезжает сейчас сюда Тигр-Ветеран. Красавчик такой, за ним сейчас следом Пантера, пацаны сидят, как ни в чем не бывало. Да, пора бы уже переходить. И первый выстрел, увенчается он успехом или нет? Давайте посмотрим. Нет, промахивается у нас с вами Танк-Тигр-Ветеран. И сейчас ИСУшки уже находятся у немецких окопов. Это очень опасный момент. Есть попадание, пробили ИСУшку, но она, судя по всему, будет продолжать свое движение вперед. Бросается граната сейчас под ИСУ. И что, противоприходную гранату что ли бросать, пацаны? Вот этот дебил сел себя еще ранил. Но посмотрите, ИСУшка просто заваливается прямиком в эту воронку, переворачивается и сейчас, мне кажется, улетит куда-нибудь очень-очень далеко. Вообще-то, ребята, новая тактика борьбы с немецкими танками, я вам могу сказать. Далее, что у нас получается? Здесь Тигр только вылез и оказался сразу же слитым. Ну, да, молодые люди. Вот этот, вот эта ИСУшка, где она у нас тут, кстати, находится? Она знает, как надо воевать. На ее счету есть уже один немецкий танк. Что у нас тут дальше происходит? Взрывается ИСушка, которая здесь была. Тигр до сих пор остался в живых. А куда делось Пантера, ребята? Что? Пантера стоит. Пантера живает. Самое главное. Опять избили гусы, только так ее могут остановить. Ну, смотрим количество попаданий. Опять пытаются ликвидировать башню этой Пантеры. Видимо, в лобешник вообще не целится. Понимает, что бесполезно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что? Третий шанс. Танк Крыса. Я тебе вот просто от души от себя дал этот шанс, чтобы ты вышел и зарешал. Вот все, что тебе надо. Выйти, нагнуть и уничтожить всех. Выезжает танкист на крессе. Хоть бери и делай импрыгнобилити, что называется. Неуязвимый это там. Ну, дружище, что ты делаешь? Зачем ты подставляешь свой борт, брат? Повернись, пожалуйста. Он делает этот выстрел. Господи, просто фпс падает до нуля, но и сушку там разрывает в клочья. Ребятки, один выстрел и невероятные лаги у нас получаются. Дальше, дружище. Ну, давай. 14 сразу. Одним выстрелом 14 бойцов забрал. Пока что стоит, думает. Ну, если ты будешь думать сейчас таким образом, то ты долго не проживешь, дружище. Судя по всему, какие-то проблемы у этой махины. Судя по всему, сбили и гуслю, и она не видит противника. Брат, 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 по тебе стреляет. Посмотри туда, пожалуйста. Просто возьми и отстреляйся. Давайте мы с вами возьмем лично под наше руководство этот танк. О, жесть! Просто жесть! Невероятная мощь, конечно же, у нас тут с вами получается. Мне скажут, диоданты предвзят? Нет, ребята, не предвзят. Я хочу, чтобы был прям экшончик, чтобы было мясо и все было красиво. Сейчас мы сделаем выстрел. Вот даже просто сюда, даже если мы не попадем по этому танку, он взорвется стопудово. Да, так и есть. Взрывной волной здесь ребята разносят всю технику Советского Союза. Но, я думаю, здесь вполне очевидно, что просто искусственный интеллект немножко тупит и почему-то решил не перестреливаться. И дальше есть шанс попасть тут, конечно, по ИСушке, по ее остову, но мы с вами отработаем здесь. Можно сказать, что Т-34 сейчас будет очень плохо. Да, просто происходит у нас разрыв. Дается второй выстрел туда. Ну, я думаю, на этом стоит прекратить это издевательство, чтобы дать советам хоть какой-нибудь шанс ликвидировать эту огромную крысу. А ее, кстати, шьют постоянно в борт, но почему-то сейчас не могут пробить. Видимо, сказываются углы. Что у нас дальше? Она продолжает стрелять, судя по всему. Ох! Опять у нас есть попадание. И сейчас, по-моему, в довесочек второй выстрел должен прилететь. Или все? Нет, просто стоит на перезарядке этот парень. Ну, советуй, что-то надо с ним сделать. Просто, я не знаю, как вы это сделаете, каким образом. Город тут у нас полностью разрушен практически. Техника вообще не может подойти. Давайте потянем сейчас сюда ИСушки. Потому что кто-то из них просто-напросто у нас застрял. Сушка, подводим сюда. И она вот с вами немножко пропала. И снова прилетает сюда выстрелы, но пацану повезло. Он очень вовремя здесь оказался. Чуть-чуть стоило ему позже приехать и все, и до свидули. Здесь пара ИСУ-122 работают и и и и и и судя по всему нет. Слушайте, до сих пор он остается в живых. Сколько у него уже тут попыток пробить его. Но все. На этом история немецкой крысы заканчивается, друзья мои. Ну а с вами был Диодант. Всем удачи, надеюсь, что вам понравилось. И пока-пока.